Ваши требования, чем они сейчас относились с этим? За какой период хотите запросить? У вас здесь 6 требований указаны. Конкретные обращения отражены в вашем реестре и конкретные ответы. Вы же их и приложили. Значит, их же вы и обжалуете. Так называемые в кавычках отписки прокурора. Какие ответы вы не получили? Какие вы хотите запросить конкретно? Во-первых, не 6 обращений. За этот период я направлял 6 пунктов, я сказал. 6 пунктов требований. У вас отражены в этих 6 пунктов, в 4 конкретных из них, отражены конкретные обращения и конкретные ответы. И вы их приложили все к своему узковому заявлению. О каких сейчас ответах идет речь? Это то, что я получил. А там могли быть еще, понимаете? Так их здесь нет ваших требований. Все обращения, которые вы здесь указали, имеется материалов дела непосредственно. Какие еще ответы вам нужны? Я приложил сами обращения свои, которые я направляю. Это тоже он вам. Вот один ответ, вот второй ответ и далее. Это все это все ответы? Нет, они все приложены в бане к уловному. Простите прощения, не прошу прощения. То есть вы признаете, что на 13 моих обращений в порядке ст. 141 и 124 вы направили мне только одно, сколько, два вы сказали? Почему ответы нет? Я же говорю вам, вы конкретные ответы здесь отражаете. И в том числе на 13 обращения, которые вы называете отпиской. Каких еще вам нужны ответы? С какого периода уточните, пожалуйста. Я поясняю, я же не только к вам обращался, не только в прокуратуру Сургута, но и в прокуратуру МАО и в Генеральную прокуратуру. Да, и одни здесь все исходящие и входящие в прокуратуру Генеральную перечислены. Смотрите, в чем суть вопрос? Я направлял за этот период 13 обращений, мне пришел ответ на 6. Правильно? Так. Вот я и хочу узнать, а где остальные ответы? Так вы же здесь их приложили тоже. Вот в том числе ответы. Я приложил свои обращения, а ответы мне не поступили на все мои обращения. Ладно, я понял. В удовлетворении ходатайства прошу отказать, поскольку в деле имеются все ответы, которые перечислены в исковых требованиях, и все обращения, которые перечислил в исковом заявлении. В том числе он же их приложил к исковому заявлению. Это и свидетельство о том, что они все получены и имеются в материалах дела. Если он не осведомлен об этом, наверное, нужно ему просто ознакомиться с делом непосредственно. Я хочу через почту ознакомиться. Отправляют в учреждения? Отправляют в учреждения, нет? А меня с материалами дела не знакомят. А для меня? А посредством почтовой информации, каким образом вы сможете убедиться, что это был за ответ или не ответ? Или что за корреспонденция? Вы сейчас сведения из регистра хотите получить лишь? Там у них корреспонденции какой-либо нет? Ваш адрес отсутствует она для получения? Я хочу проверить информацию, которую заявляют на словах представители прокуратуры. Что в мой адрес направляли все ответы на мои обращения и все уведомления. В том числе по статьям 124, 141 и так далее. И в том числе уведомления о перенаправлении моих, рассмотрении моих обращений по последствиям и по подведомственности, и по территориальности. Все направлялось в мой адрес. Каким методом он направлялся, неизвестно, никто не сообщает. В электронном виде, в письменном виде, заказанным письмом, я не знаю. Поэтому у меня доступ есть к моему почтовому ящику электронному. Поэтому я могу легко проверить эту информацию со стороны электронного ящика. Но со стороны почты в письменном виде, отправляли ли мне письма или нет? Ответ. Я не могу это проверить. Я обратился к почтам, мне дали недостоверную информацию. Я требую через суд доказательств, что слова прокуратуры соответствуют действительно, что они мне действительно что-то направляли. Если даже эта информация подтвердится, что они мне все направляли, и почтам выдаст информацию, что да, вот такие ответы направлялись, то возникает вопрос, а где эти ответы, потому что я их не получал. Почта не сможет доказать, что я их получал. На текущий момент вам почта ответила, что не было таких поступлений? Да. Вот я требую через суд достоверную информацию, потому что мне ответили на недостоверную информацию. Понятно. Это предмет у сегодняшнего административного риска, не относящийся. Страна ответчиков также у нас указывает о том, что по всем обращениям, которые заявлены на ИСЦОМ ВЫСКИ, ответы представлены. Если они даже по количеству не согласуются с количеством самих обращений, то сторона прокуратуры говорит о том, что информация обобщена и дана на все поступившие от ИСЦОМ заявленные в ИСЦОМ ВЫСКИ обращения. После исследования материала дела посмотрим, соответствует ли это действительности. Далее также суд административному риску объясняет, что вопрос о дополнительном из требований, какие-то доказательства, если они потребуются, может быть поставлен перед судом. На текущий момент, исходя из той информации, которую вы сообщаете, суд вам при Николаевской Почте России отказывает. Тем более у вас есть официальный ответ от них. Вы правильно воспариваете самостоятельно, добиваться какой-то иной информации, если вы считаете, что она должна быть финальной. Чем я и занимаюсь? Обжалую через суд. И вот ответ вот этой разины, его начальника Кочетанка, я обжалую через прокуратуру. Но к Почте вы тоже с требованием какие-то обортились? Что они вам на недостоверенную информацию представили? Смысл к ним обращаться? Я в прокуратуру, пожалуйста. Но же есть прокуратура, которая защищает наши, якобы защищает наши права? Вот я к ним обратился. Чем это закончилось? Смысленные мысли, еще это есть. Все это заканчивается вот судом только. Не больше, не это, не больше. Есть еще ХДТ? Кстати, возражаю, протестую, вы отклонили мою ХДТ с требования, вы нарушаете мое право на защиту. Более того, вы выносите устное определение, не удаляясь в совещательную комнату. Данные ХДТ, все мои ХДТ требования поданы в письменном виде через Каз правосудия. Так как они поданы в письменном виде, вы обязаны, согласно действующему законодательству, вынести письменное определение на них с удалением в совещательную комнату. Вы этого не делаете. Тем самым вы нарушаете мое право на защиту. Так, ХДТ требования номер 9. Так, свои универсальные отписки сразу на 6 обращений. Заявитель Бали ЛА пишет. Ваши 6 обращений, поступивших в прокуратуру года 13 сентября, 18 сентября, 23 сентября, 30 сентября, 9 октября 2019 года, в том числе и из прокуратуры ХМАО, рассмотрены. При этом в отписке не сообщается ни исходящие номера обращений, ни тип обращений, в скобках, жалобы порядки 124 УПК, заявления порядки 141 УПК совершенного преступления, обращения порядки 59 ФЗ и так далее, в скобке закрывается. Ни тема обращений, не сообщается вообще никаких идентифицирующих данных обращений, кроме как дата обращения, что не позволяет идентифицировать, какое именно обращение было рассмотрено. Учитывая, что обращения заявителей поступали в прокуратуру города Сургут напрямую и через прокуратуру ХМАО Югры, на регистрацию каждого обращения отводится максимум 3 дня, на пересылку из прокуратуры ХМАО в прокуратуру Сургут отводится максимум 7 дней. Следующее, что в число обращений, которое смотрел прокурор города Сургут, попадает обращение заявителей, отправленное в период с 31-08-го 2019-го по 9-10-й 2019-го. За этот период заявителям одновременно были отправлены в прокуратуру города Струбово, в прокуратуру Хмал-Югрей, в Генеральную прокуратуру. Номер 1, исходящий 230 от 11 сентября 2019-го в 22.00, жалоба в порядке УПК-124, на отказ от возбуждения уголовного дела от Смоловым, номер регистрации Генеральной прокуратуры 233-51-29. Номер 2, исходящий 232 от 12.09.2019 в 11.40, жалоба в порядке УПК-124, по заявлению от 24.12.18, хищение вещей из моей квартиры, сотрудников полиции, номер регистрации Генеральной прокуратуры 234-60-93. Номер 3, исходящий 233 от 12.09.2019 в 11.50, жалоба в порядке УПК-124, по заявлению от 30.10.18, по поводу организованной преступной группировки, это так называемый клан Бабушкины, номер регистрации в Генеральной прокуратуре 234-62-10. Номер 4, исходящий номер 234 от 12.09.2019 в 12.02, жалоба в порядке УПК-124, по заявлению от 02.11.18, в отношении директора ОООК ДСВЖР Русина Алексея Александровича за повреждение этого телефона. Вот здесь отчетливо видна трещина, это вот результат его рукоприкласса. Признаков не усматривают совершенно, нету ничего, ничего не видим, ничего не слышат. Номер регистрации в Генеральной прокуратуре 234-62.95. Так, номер 5, исходящий номер 235 от 12.09.2019 в 12.10, жалоба в порядке УПК-124, по заявлению от 27.11.18, по части 1 статья 303 УК РФ. Не помню, УПК РФ-303. Номер регистрации в Генеральной прокуратуре 234-63-46. Так, номер 7, исходящий номер 237 от 12.09.2019 в 12.57, жалоба в порядке УПК-124, по заявлению от 10.11.18, по новой вековому. Это директор психоневрологического диспансера, куда они незаконно помещали на 62 дня. А потом выкрасили по решению окружного суда, и решение Бургловского приняло незаконное. Отменили в бессрочном принудительном лечении здорового, одееспособного человека. То есть его за это действует... Вот на лицо все доказательства есть, что Нойков совершил должностное преступление, удерживая меня незаконно 62 дня. Пти пушки. По незаконным решениям суда. Прокуратура ничего не усматривает. Как мне пишет Ермолаев, следователь следственного комитета, заранее не усматриваются признаки совершенного преступления. Номер 8, исходящий 238 от 12.09.2019 в 13.07, жалоба в порядке УПК-124, по заявлению о действиях сотрудников МЧС. Это когда мне 31 декабря на Новый год взломали дверь сотрудники МЧС. Хотя пожар был в 4-м подъезде, а я живу в 1-м. Чего никому не приходили. Номер регистрации в генпрокуратуре 234-66-35. Так, номер 9, исходящий номер 239 от 12.09.2019 в 13.12, жалоба в порядке УПК-124. По заявлению Алла Вейдине, это сотрудник полиции, который превысил свои должностные полномочия. Часть 1, статья 233 УК РФ. Номер регистрации в генпрокуратуре 226-66-55. Так, номер 10, исходящий 240 от 12.09.2019 в 13.127, жалоба в порядке УПК-124. По заявлению по Ирохову и Русину. Это директор ООО КДСЖР. Вместо того, чтобы на него завести уголовное дело за общее имущество, они, наоборот, смотрели его заявление и против меня пытались завести уголовное дело за просто подачу моих обращений в приемную. Ирохов утвердил это заявление и требовал рассмотреть в порядке УПК. А мои заявления почему бы не рассматривались? Номер регистрации в генпрокуратуре 234-67-15. Так, номер 11, исходящий номер 241 от 12.09.2019 в 13.32, жалоба в порядке УПК-124. По заявлению по мафиозному плану Бабушкиных, в который успешно нам удалось, скажем так, навести небольшой порядок. Четверо из троих родственников близких береговольных из УПК-124. Номер регистрации в генпрокуратуре 234-67-22. Так, номер 12, исходящий 242 от 12.09.2019 в 15.51. Обращение в порядке УПК-141. По судье Шерстопитову он не имел права рассматривать это дело, потому что тут его фигурирует его фамилия. Он должен был заявить себе в самоотвод. Вместо этого он идет на крайние меры, не заявляет в самоотвод и объявляет закрытый режим заседания. А мы хотим не сядь? По существу. По существу. Номер регистрации в генпрокуратуре 204-73-19. Так, номер 13, исходящий номер 246 от 08.10.2019 в 0.25. Обращение в порядке УПК-141. По отказу к Андрашовым в ознакомлении с материалами дела. Кандрашов сделал приписку к закону, занялся законно-творчеством и превысил должностные полномочия. Это было заявление по 286-й статье УК РФ. Прокуратура тоже заранее не усматривает никаких признаков преступления. Номер регистрации в генпрокуратуре 245-04-63. Приложение номер 5. Так, всего 13 обращений. Это минимальный подсчет иные, возможно больше. Ну, будем поддерживаться. Всего 13 обращений. Из них 11 обращений в порядке ст. 124 УПК РФ. И 2 обращения о совершенных преступлениях в порядке 141 УПК РФ. Какие именно из этих 13 обращений выбрал для рассмотрения Палин и ЛАН непонятно. Потому что указывается просто 6 обращений рассмотрел. Однако все они были рассмотрены с орушением федеральных законов и приказом генеральной прокуратуры. Из данного списка следует, что ни одного обращения в порядке ФЗ-59 за данный период заявитель не направлял в прокуратуру города Сургут. Прокурор города Сургут Балин и ЛАН обязан был рассмотреть все 13 обращений в строгах порядка УПК РФ. Согласно пункту 2.12 инструкции, при наличии в таком обращении данных, указывающих на признаки преступления, оно направляется для пройдения проверки в порядке установленного УПК РФ. Принимаю во внимание, что данная информация подлежит проверке и имеет существенное значение для правильного и объективного решения дела. Руководствуясь пунктом 5, часть 1, статьи 45 КСРФ, заявитель просит и требует приобщить 13 обращений заявителя к делу в качестве вещественных доказательств и приобщить данные ходатайства требований в качестве вещественных доказательств. Переложение 13 штук, всего 136 страниц. Вот тут все эти жалобы. Тут любой может прочитать и убедиться, что признаки совершенных преступлений налицо. Вот тот же Кондрашов тут делает переписку к закону. В законе нет вот этих строк, а он просто переписку делает. Как это можно посмотреть, я не знаю. Так, данные ходатайства требования номер 9, подано через ГАЗ правосудия и зарегистрировано под номером 86 РС 3 0 4 115 20 5 0 24. Само заявление 5 страниц, приложение 131, всего 136 страниц. Требует приобщить данные ходатайства требования к делу. По приобщению заявленных документов обращений, то есть 13 позиций, возражение есть? Может, честно, мы не возражаем, но они приобщены уже. А не все находятся на территории УДО? Там на СЦА. Вы ранее направляли эти 13-го обращения в материалы дела? И через ГАЗ правосудия в письменном виде подавал через канцелярию их суда? Нет, речь идет о том, что они уже были приобщены ранее к материалам дела, а вы еще дополнительные поиски приобщить. Есть необходимость дублировать эту информацию, если они уже ранее приобщались? А вы мне покажите материалы дела, я их ни разу не видел. Я три раза пытался знакомиться, меня не допускали к материалам дела. Дайте мне ознакомиться к материалам дела. Что, вас спрашивают, вы ранее их со своей стороны приобщали? Я подавал ходатайству. У меня есть номера регистрации, что они переданы на рассмотрение судей в 6-й лист. И вам в том числе. Но убедиться, что они приобщены к материалам дела, я не имею возможности. Предоставьте мне эту возможность, если я убежусь, то я ходатайствовать их сниму. А на данный момент я требую приобщить данные ходатайства. Оно подано через ГАЗ правосудия. Суд на месте определяет ходатайство, данные оставить до рассмотрения вопроса по существу. С исследованием доказательств, имеющихся в деле, если будет отсутствие установлено данных документов, суд разрешит приятное ходатайство, что это существует тщательно. Еще раз. Возражаю, протестую, вы нарушаете мое право на защиту. Вы обязаны согласно действующему законодательству вынести письменное определение, так как ходатайство требований было подано и зарегистрировано через канцелярию и через ГАЗ правосудия в письменном виде. Вы не удалились совещательную комнату. Вы нарушаете закон. У меня есть все основания, чтобы опять вам заявить отвод. Я вам заявляю отвод. Вы не удаляйтесь совещательной комнаты. У вас предвзятое отношение. Вы на месте, на словах все решаете. Ни одного письменного документа я от вас приспорю на меня. Требую осмотрения мере на мое ходатайство в вашем ходе. У вас присутствует предвзятость и личная заинтересованность. Я так считаю. Я думаю, что у меня нет прокуратуры. Что необходимо повторно сделать замечание. Уже было сделано замечание. Возражаем. Подводку. Вы не вынесли определение в отказе к коренью подлетать письменно. Потому что я требую внести письменное определение. Несмотря на то, что я его сделал в устной форме. Подказывайте. Все ваши ходатайства отображаются в протоколе судебного заседания. И отображаться будут, соответственно, определения судебно-эклисином виде. Они все найдут свое отображение на бумаге. В протоколе судебного заседания. Это будет письменное определение. Еще ходатайство есть у вас? По идее, по закону, вы должны удалиться в совещательную комнату и там выносить письменное преднете. Даже если я устное сделал, вы должны удалиться в совещательную комнату и выйти и устно обвозить. Не в каких случаях. Еще ходатайство есть? То есть вы оказываете. Тут уже по ходатайству вашему мнению, я сказал. У вас еще ходатайство есть у тебя? Конечно. Подытайство номер 10 на двух страницах. Приложение 14, всего 16. Номер 10. Ходатайство требований о приобщении доказательств. Так, 16.10.2019, заявительный адрес генеральной прокуратуры. Номер регистрации 245.87.82, прокуратура ХМАО. Была направлена жалоба, исходящая 267 от 16.10.2019. С требованием уволить прокурора города Сургут и провести проверку в прокуратуре города Сургут. С изучением всех материалов, принятием законного решения по всем обращениям, проверку, по которым сотрудники прокуратуры города Сургут фактически не проводили. А также с требованием провести проверку в прокуратуре города Сургут по вопросам систематических неисполнений должностными лицами прокуратуры требований уголовного процессуального права законодательства и приказов генеральной прокуратуры РФ. Номер 212.45.14 и другие. С привлечением виновных лиц, установленных законом ответственности. До настоящего момента заявитель не получил ответа по данной жалобе. Принимая понимание, что данная информация подлежит проверке и имеет существенное значение для правильного и эффективного разрешения дела, руководствуясь пунктом Киа, части 1, статьи 45 Касоверев, заявитель просит и требует приобщить в жалобу заявителей, исходящей 267 от 16.10.2019 к делу в качестве вещественных доказательств. Зачитаю приложение. Жалобы на действия и бездействия прокурора города Сургут. 410.2019 к 17.38 на электронный адрес человека Антон Николаевич Булгаков. Дали заявитель. Поступила ответописка номер 22020G-2018. Хотим, если вы в полном времени обращаете саму жалобу? Почему? По ходатайству что желаете? По ходатайству я хочу зачитать приложение. Это неодъемлемая часть. Приобщить его к материалам обязательства. Речь идет о каких жалобах? О 6 или 13? Нет, это отдельная жалоба по правилам. Требование уволить его. О том, что он нарушает закон, то есть он не соответствует заниманию должности. Это прямые доказательства того, что на ней обращение не рассматривается должен область с нарушением законодательства. К эксперименту искомого заявления вашего права? Имея прямое отношение. Где, к какой позиции? По всем, я же поясняю, прокурор нарушает уголовно-конституальное право. Приказы генеральной прокуратуры в полном объеме. Все. И это еще одно доказательство, что его действия незаконны. Это достаточно вот этой жалобы, чтобы удовлетворить муист в полном объеме. Но отношение к вашим шести обращениям и тринадцати обращениям имеет прямое? Имеет прямое. Имеет? Конечно. Но в чем оно? В БАЛе не соответствует заниманию должности. И нарушается контакт. Как можно выносить решения без каких доказательств? Я не понимаю. В требованиях вопрос по данной жалобе вами не заявлялся. В рисковых, да? Еще раз. Вы эту жалобу подавали кому-то куда-то, которую сейчас оглашаете? Давали в генеральную прокуратуру и в прокуратуру к МАУ. На нее ответ вам был дан? До сих пор нет. И вот этой жалобы в требованиях не фигурирует она, да? Что признать там по данной жалобе какие-то действия бездействия незаконные? Я направлял. Опять же, я не знаю, что ли вообще надо к материалам дела или нет. Эту жалобу в самом деле? Да. Но требования мы фигурируем без ее. Почему? Больше, больше. Кажется, требования с приложением, с самой жалобой. Требования по иску, которые вам заявлены были. Или 6 и 13. А это жалоба в число этих 6 и 13 не входит. Вы что, будете требовать только то, что я в требовательной части иск, как выводился сообщил? Мы же рассматриваем предъявление... То есть не все мои ходатайства нужно заявлять в иске сразу в требовательной части? Я правильно вас понимаю? Мы рассматриваем ваше ходатайство, исходя из нужды рассмотреть ваши заявленные требования. Я поясняю, что это имеет прямое отношение и прям на 99% это можно по основу решения сюда положить. Только вот эту жалобу. И признательные действия прокурора незаконны. Тут все доказательства. Я требую разрешить мне зачитать данную жалобу. Я быстро читаю. Так, ознакомьтесь... Так, Антон Николаевич, дальше заявителю. Если вас ждет, то... Балина, так... Ознакомьтесь с данной отпиской. Балина, лад, заявитель, считает ее незаконной и необоснованной. А именно, законодательство не предусмотрено. Один ответ на сразу несколько обращений. Однако прокурор рекорд из рук. Балина, лад, решил не рассматривать каждое обращение отдельно, а рассмотрел все шесть обращений разом и ответил на шесть обращений одним ответом. Безмотивированно. Не был приведен ни один довод, ни один действующий нормативный акт в проведении, в проведении доводов заявления. Выходит, что прокурор города с рукой руководствовался не приказами Генеральной прокуратуры и действующим законодательством, а своим личным мнением, что, в принципе, недопустимо и несовместимо с должностью прокурора. Согласно статье 40.4 Федерального закона 17.01.3192, номер 22.1, о прокуратуре Российской Федерации, лицо, впервые назначаемое на должность прокурора, принимает присягу прокурора. Следующее содержание. Посвящая себя служению закона, торжественно клянусь, свято соблюдать конституцию Российской Федерации, законы и международные обязательства Российской Федерации, не допуская малейшего от них отступления, непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто бы их не совершил, добиваться высокой эффективности прокурорского надзора, активно защищать интересы личности, общества и государства, чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и жалобам граждан, соблюдать объективность и справедливость в решении сути блюдей, строго хранить государственную, неимного охраняемую законом тайны, постоянно совершенствовать свое мастерство, дорожить своей профессиональной честью, быть областом неподпутности, моральной чистоты, испромности, свято беречь и приумножать лучшие традиции прокуратуры. Так, сознаю, что нарушение присяги несовместимо с дальнейшим пребыванием в органах прокуратуры, однако Балин продолжает трудиться до сих пор, непонятно, врачей полагать. Прокурор города Сургут Балин и власть систематически нарушает торжественную присягу и клятву данную общество, не только вон один. Заявитель неоднократно заявлял о нарушении действующего законодательства и приказов Генеральной прокуратуры, Балин и власть, ссылка приведена, однако он до сих пор находится в притолженности, в соответствии с частью 3 ст. 10 федерального закона от 17.01.1922 года о прокуратуре Российской Федерации ответ на заявление, жалоба и иное обращение должен быть мотивирован. Если в удовлетворении заявление или жалоба отказано, заявителю должны быть разрешены порядок обжалования принятия принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом. Дополнительно, согласно пункту 6.1 инструкции, обращения считаются разрешенными только в том случае, если рассмотрены все поставленные в них вопросы. Вот на такую пачку отвечает одним листом. Ответил на вопросы. В соответствии, так, все поставленные в них вопросы приняты в соответствии с действующим законодательством. Необходимые меры и даны исчерпывающие ответы заявителю. В соответствии с требованиями, пункт 6.5 инструкции, при отказе в удовлетворении обращения ответ заявителю должен быть мотивирован. В нем дается оценка всем доводам обращения. Отказ в его удовлетворении должен быть обоснован. В соответствии с пунктом 6.4 инструкции, ответ на обращение запрос дается с учетом требований федерального законодательства и права заявителя на получение информации, непосредственно затрагивающего его права и свободы. Прокурор города Суркут полностью игнорирует выполнение требований федерального закона прокуратуры Российской Федерации. Согласно требованиям части 1 ст. 10 ФС 59, государственные органы местного управления и должностной лицу обеспечивают объективное и всестороннее своевременное рассмотрение и обращение. Запрашивают в том числе в электронном форуме, необходимые для рассмотрения обращения документы, материалы, кредиты государственных органов, органы местного управления и мысли должностных лиц, принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свободы и законных интересов гражданина. Прокурор города Суркут полностью игнорирует выполнение требований даже федерального закона ФЗ 59 о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. Согласно пункту 3 приказа Генеральной прокуратуры об утверждении введения действий в инструкции о порядке рассмотрения обращений к гражданам прокуратуры Российской Федерации прокурорам городов и районов необходимо обеспечить рассмотрение обращений строгом в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации Федерального закона прокуратуры и Федерального закона о порядке рассмотрения обращений граждан. В соответствии с пунктом 5 инструкции работу по рассмотрению разрешения подчинить решению задачи обеспечения защиты охраны права и свободы человека и гражданина на укрепление законности и правопорядка, каждое обращение должно получать объективное и окончательное решение в том числе органе прокуратуры, компетенции которого относятся решения вопроса. Согласно пункту 1.7 инструкции, ответственность за объективное всестороннее и своевременное разрешение обращения предлагается на руководителей органов прокуратуры Российской Федерации. Прокурор города Сургут уклоняется от выполнения данных требований приказа к Генеральной прокуратуре номер 45. Уже только за это можно просто сразу и издавить полный мобиль. В соответствии с пунктом 1.1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 17-го, так номер 3-го, 2010-го, номер 14-го, о подтверждении введения кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации и концепции воспитательной работы системы прокуратуры Российской Федерации. Далее кодекс прокурорской этики. Прокурорский работник служебной и в окне служебной деятельности обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, Федеральные законы прокуратуры, Федеральные конституционные законы, Федеральные законы, а также иные нормативные права, акты, нормы международного права, международных договоров Российской Федерации, руководство правилами, руководство правилами в поведении установленных, установленных на настоящем кодексе, присягой прокурора, следователя и общепринятыми нормами морали и нравственности, основанными на принципах законности, справедливости, независимости, объективности, честности и гуманизма. Прокурор города Сокут полностью игнорирует выполнение требований приказа Генерального прокурора Российской Федерации номер 114. Еще одно нарушение. В соответствии с требованием номер 1 приказа Генерального прокурора номер 70 о проведении проверок служебных последних отношений прокурорских работ и заработников органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации, любая проверка сообщения о факте правонарушения, совершенной прокурором, является исключительно компетенцией органов прокуратуры. Согласно пункту 5 приказа Генерального прокурора номер 70 о проведении проверок в решении о проведении проверки в отношении прокурор и районов необходимо принимать прокурору с объекта Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1.2 Генерального прокурора России номер 78 об организации работы и реализации полномочий прокурора в производстве по делам обназначениях правонарушения. Прокурорам субъекта РФ необходимо учитывать, что привлечение к административной ответственности должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции, депутатор, судья, прокуроров и иных лиц осуществляется в особом порядке. Часть 2 ст. 1.4. Согласно ст. 15 ФЗ-59, лица, виновные в нарушении настоящего федерального закона, несут ответственность предусмотренной законодательством Российской Федерации. Часть 1 ст. 9 Федерального закона о порядке рассмотрения обращения граждан. Обращение, поступившее в государственные органы и должностному лицу, в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению. Пункт 1. Часть 1 ст. 10 Федерального закона о порядке рассмотрения обращения граждан. Должностное лицо обеспечивает объективное, рассестороннее и своевременное рассмотрение обращения. Пункт 4. Часть 1 ст. 10 Федерального закона о порядке рассмотрения ФЗ-59. и должностное лицо дает письменный ответ по существу, поставленному в обращении вопроса. Вместе с тем, согласно статье 41.7 Федерального закона прокуратуры и СССР за неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками своих служебных обязанностей и совершение проступков, поручивших честь прокурорского работника, руководители органов и организации прокуратуры имеют право налагать на них следующие дисциплинарные взыскания, замечание выговоров, строгие выговоры, понижение в классном чине, лишение нагрудного знака за безупречную службу в прокуратуре РФ, лишение нагрудного знака по отчетной работникам прокуратуры РФ, предупреждение о неполном служебном соответствии, увольнение из органов прокуратуры. Так, в своей минициальной отписке сразу на 6 обращений заявитель Балин пишет, Ваши 6 обращений поступить в прокуратуру, в том числе и в прокуратуру команды Югры, раз в минуту. При этом в отписке не сообщается ни исходящие номера, ни тип обращений, жалобы в порядке 124 УПК или заявление о совершенном преступлении в порядке 141 УПК, обращение в порядке 50 ДФЗ, ни тема обращений, не сообщается вообще никаких индекционных данных, обращение, кроме когда-то, обращение, что не позволяет индексировать, какое именно обращение было рассмотрено. Так, далее, я предложу, что за этот период я управлял 13 обращений. Все 13 обращений, из них 11 обращений в порядке 124 УПК и 2 обращения о совершенных преступлениях по соответствии с статьей 141 УПК. Какие из этих 13 обращений выбрал для рассмотрения Балин, непонятно. Однако все они были рассмотрены с нарушением федеральных законов и приказов Генеральной прокуратуры. Из данного списка следует, что ни одно обращение в порядке ФЗ 50 ДФЗ за данный период заявитель не направлял прокуратуре города Сургут Балин. Обязан был рассмотреть все 13 обращений строго в порядке УПК и РФ. Это уголовно-процессовальное право. Никакого отношения оно к обращению не имеет. Должна была проводиться проверка по УПК. По обращениям в порядке 141 УПК обязан был уведомить о сроках продления, принятия решения, либо принять решение о возбуждении уголовного дела, либо принять решение об отказе возбуждения уголовного дела по обращениям в порядке УПК 124. уведомить о сроках продления принятия решения, либо вынести постановление с решением о удовлетворении жалобы, либо с отказом в удовлетворении жалобы. Вместо этого Балин отвечает сразу на 6 обращений одной опиской. Это напрямую говорит о том, что Балин уклоняется от учета совершенных преступлений. Ни в одного уведомления о продлении сроков рассмотрения по 13 обращениям заявителя не направлялось. Ни одного решения об отказе и возбуждении уголовного дела по 13 обращениям заявителя не направлялось. Ни одного решения о возбуждении уголовного дела по 13 обращениям к заявителю не направлялось. При этом Барри НЛА в своей отписке указывает, что нарушение требований закона не допущено. Тем самым прокурор города Сургут грубо и систематически нарушает действующее законодательство и приказы генерального прокурора. Тем самым прикрывает и скрывает многочисленные преступления и по сути является соучастником данных преступлений. Из вышеописанного следует, что прокуратура города Сургут систематически и всячески уклоняется от исполнения своих правоохранительных и национальных функций и прикрывает и скрывает преступные действия сотрудников ОМВД России по городу Сургут и других лиц, в связи с чем в действиях прокурора города Сургут Барри НЛА присутствует коррупционная составляющая. Более того, прокурор города Сургут Барри НЛА угрожает прекратить какую-либо переписку с заявителем, цитата, «уполномоченный на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения о прекращении переписки с гражданином» по данному вопросу в предложении номер 2. Из чего следует вывод, что прокурор города Сургут Барри НЛА намеренный дальше нарушать законодательство Российской Федерации и не нести за это ответственность, уклоняясь от привлечения к ответственности и прикрывая преступную деятельность ОМВД России по городу Сургут. В соответствии с требованиями, пункт 1. Приказы генерального прокурора, номер 70. В отношении прокурорских работников, органов, учреждений прокуратуры РФ, любая проверка, сообщение о факте правонарушения является исключением к оптенции прокуратуры. Номер 70. Для решения проведения проверки в отношении прокурора, в районе необходимо принимать прокурору субъекта Российской Федерации. Номер 78. Прокурорам субъектов Российской Федерации необходимо учитывать, что при влечении к административной ответственности лиц, выполняющих определенные государственные функции, депутаты судей прокурора, осуществляясь в особом порядке. На основании изложенного, руководствуясь статьей 33.24 Конституции РФ, статья 10 Федерального закона от 17.01 прокуратуры РФ, заявитель требует уволить прокурора города Сургут, Балина и Ларь, из органов прокуратуры за систематически грубые нарушения действующих законодательств и полное игнорирование приказов генерального прокурора. Провести проверку по данному обращению в прокуратуре города Сургут с изучением всех материалов и принятием законного решения по всем обращениям, проверку по которым сотрудники прокуратуры фактически не проводили. Провести проверку в прокуратуре города Сургут по вопросу систематических неисполнений должностными лицами прокуратуры требований приказов генерального прокурора РФ, номер 212, 45 и 104, при влечении виновных лиц, установленных законом ответственности. О принятых мерах по рассмотрению данного обращения сообщительно электронный адрес с предложением копии соответствующих документов. Идет три приложения. Это копия отписки прокурора РФ, на одной странице, еще одна с угрозой о прекращении переписки на четырех страницах, и петиция, размещенная в интернете, стремленная наволить прокурора города Сургут. Размещена она до дно, примерно 10 октября 2015 года. Вот такое ответство на одну сделает. Это вот на 13 моих обращений. Строго ВПК РФ, он ответил законам ЧОСа Дефисом. Приобщить данную жалобу на прокурора. И эта жалоба является прямым доказательством того, что прокурор нарушает законы. И его действия, по сути, то есть к его действиям заранее нужно относиться, я считаю, критически. И к словам представителей прокуратуры, которые его представляют. Суд мнения стороны прокуратуры на этот счет не спрашивает, поскольку в томе номер один дело, данная жалоба уже приобщена. По вашему ходатайству повторно приобщает жалобу в административный суд оснований. Не видит, она есть в материале. Можно посмотреть? Пожалуйста. Это ваше удостоверение? Вы удостоверение не трогайте, а звоните жалобу. У меня такой же? Нет? Пожалуйста. А, это прокурорский, да? В жалобу. Да. Можно? Вот. Ну, повернись, пожалуйста. Простите, пожалуйста, товарищи, дедушка. У нас вот дедушка, можно присяд? Можно им запускать? Можно им запускать, а то взрослый человек стоит, как мальчик. Иди, присяд. Административ у вас здесь? Вы снижаете жалоб? Сидите. Да. Сюда садите. Так, человек сидит. Да? Да. Да. Вот, я начну. А, само по-другому? Так это оно и есть. Ну, вот, мне его надо исключить. Мы со скорбожением. Ничего, вот. Нешайте. Суд полагает, что все к вами ходатайства, которые сейчас двигаются, они уже имели место, и вы их дублируете, поэтому давайте будем тогда сопоставлять, что есть у тебя угелочек, чтобы время не трагить. Нет, совпадения частичные, я их постараюсь не читать. Вот, пожалуйста, продолжайте. То есть данные кодотайства приобщены, да, материалом есть? Нет. И оно, и жалоба, о которой вы просили? Нет, мы же просили жалоба приобщать. Сейчас, секунду. А можно узнать, каким образом оно попало в материал отдел? Если все мои 19-го датайства были ее отклонены? Чересходящие корреспонденцию, только у городского суда 19-го ноября 2019-го. У меня есть официальные документы, подтверждающие, что все мои 19-го датайства были отклонены. Ну, вы же просили приобщить данную жалобу к материалам дела. Она в материал дела приобщена. То, что вам по ходатайствам отказали в выговорении, то, очевидно, не повлекло, поздрав вам самой жалобу, она в материалах дела, если вы этому не делись. Пожалуйста, еще что есть? Понятно. У меня есть три официальных ответа от Кузнецова, Шерстнева и Шерстовитова, что ни одно мое ходатайство не было приобщено. Кто-то из них, скажем так, дал недостоверную информацию. Ходатайство номер 11 приобщено к материалам дела? О чем оно? А, кстати, по 10-му предыдущему ходатайству оно удовлетворено, раз оно приобщено к материалам дела. Правильно, что мы говорим? Ну, в сегодняшнем суде на выседание и суд оснований повторно приобщать данный документ не видит нужды, поскольку он уже в материалах дела есть. Другим вас, зачем мы будем удовлетворены. А, все, приобщено. Так, номер 11 ходатайство приобщено к материалам дела? Да, вот следующий момент. 19 ноября 19-го года поступало. Оно удовлетворено? Ну, вы говорите, что у вас ответы есть о том, что ни одно не докторено, но оно приобщено. А, приобщено это одно. Вот я тут требую, истебуете из прокуратуры города Сургут и прокуратуру ХМАО материалы проверки по всем обращениям заявителя в порядке 124-141 за период с 01.08.2019 по текущему документу. Вы истребовали? Ну, по поводу выписки КОСП мы уже с вами обсуждали. Нет, это не выписка КОСП, это материалы проверки. Вопросы здесь, в этом ходатайстве, в котором вы говорите, 11-ое, это обращение требований номер 15-го наглядочного 15-го номер 315 в прокуратуру и обращение требований 15-го наглядочного 15-го номер 316. О нем речь? Нет. Вот здесь, в правом углу, это номер 11. А, здесь номер 12. Жалоба, о которой вы заявляли ранее, это был номер 10. Вот это Ваня. Ага, 11. Вот сейчас, это мы десятый рассмотрели. Вот это следующая, 11-ая. Есть материалы дела? Следующая, пока на улице, 12-ая. Значит, не приобщили. Значит, я зачитаю. Так. Адатайство требований номер 11. Заявителям за период с 01-го номера с 19-го по текущий момент в адрес прокуратуру города Слугу, прокуратуру КМАО и Генеральной прокуратуры были направлены в висленной электронной форме множество обращений в порядке ст. 124 и 141 НПК РФ для проведения проверки в порядке 144-145 НПК РФ. Некоторые из них были перенаправлены ниже стоящей прокуратуры по информационной системе обеспечения надзора за исполнением законов 2 органов прокуратуры РФ в скобках ИСОК. Ранее 14.11.2019 заявитель направил в адрес Генеральной прокуратуры прокуратуры КМАО и Города Слугу обращение с требованием предоставить данную информацию. Принимая по вниманию, что данная информация подлежит проверке и имеет существенное значение для правильного и объективного разрешения дела, руководствуясь пунктом 5 ч. 1 ст. 45 НПК РФ, заявитель просит и требует из прокуратуры города Слугуты и прокуратуры КМАО материалы проверки по всем обращениям заявителя в порядке ст. 124 и 141 НПК РФ за период с 01.08.2019 по текущий момент приобщить данные документы к делу в качестве вещественных и письменных доказательств и приобщить данные о дотачках материалов отдела. Кодатайство приобщено, вот тут его обнаружил на место, можно удостовериться. Кодатайство приобщено, я требую рассмотреть, и вопрос в чем? Материалы проверки вывести? Кодатайство вывести оно? А нужна какая есть у этих материалов проверки? А там все материалы проверки. Проводилась ли проверка по моим заявлениям о совершенных преступлениях? На каком основании они решили, что там нет признаков совершенных преступлений? Они по законодательству обязаны в любом случае провести проверку по УПК, уголовно-процессуальному законодательству. Они просто отвечают этой отпиской. Они должны по УПК, если есть признаки преступления, я прям пишу, в действиях какого-то установлено присутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей такой-такой-то. Если эти слова есть, они обязаны провести проверку по УПК, вынести постановление либо об отказе в возбуждении уголовного дела, либо об возбуждении. Они просто отвечают отпиской. На все мои 13 обращений же ответили одним действом. А в материалах проверки, если они не предоставили материалах проверки, это стопроцентное доказательство того, что они нарушили все приказы Генеральной прокуратуры, которые я озвучил. Уголовно-процессуальное право и никакую проверку по моим заявлениям о совершенных преступлениях не проводили. Стопроцентная прокуратура. Была необходимость по обращениям, которые в предмете иска заявлено проводить проверку? Уважаемый, у нас, естественно, уже озвучили, что получил ответы на рассмотр. При общении я не имею, смотрел. В связи на данной статье, я же полагаю, возможно, подсказать. При уступлении необходимости при рассмотрении дела можно минуться на рассмотрение данных, когда в настоящее время пришел к зале. Суд определяет на месте указательства обостревывания материалов проверки до ознакомления в полном объеме с имеющимися доказательствами в деле. В случае необходимости, если сторона административного офицера приведет дополнительные доводы, можно вернуться к заявленному вопросу. Еще раз. Разрешите сделать замечание всем присутствующим на личные телефоны сотовые снимать весь процесс на личные телефоны лиц, которые вообще не относятся к данному процессу. Кого именно? Вас? Видеозапись на какой телефон ведется у вас? В одну мать. И еще на пару личных? Какая разница? Тут прямой эфир идет в виду. Улыбниться. На один телефон административный институт снимайте видеозапись. Один сам присутствующим в судебном заседании. Суд не разрешал вести видеозапись. В уголисты, наверное, решают. Дальше убирают. 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 Я слушаю. Дальше убирают. Институт с административным организмом освещены на еще одну встречу Автор, она рассасывает вызvy. В любом случае, согласно порядку судебного заседания, вы обязаны были спросить мнение ответчика второго. Вы этого не сделали. Я вам делаю замечание. Вы нарушаете мои права на защиту и порядок судебного заседания. Действительно, естественно, он также делает замечание на то, что в суду замечания не объявляются. Протестую и возражаю. О ваших 13 обращениях обсуждался вопрос. Также ходатайство есть о приобщении данных документов в первом томе, вернее. И продолжение во втором томе дела. В данной документе есть материалы дела о 13 обращениях, о которых вы просили. Они все приобщены, да? Да. Можно зверить? Пожалуйста. Мы уже не совпадаем. Видите? Нет, вот тут тоже немцам. А я не знаю, как это можно. Мне готов стол взять эти документы? Или вот здесь, в бассейне? Нет? Отлично. Так вот, на ходу будем свидеть? Судебное заседание. Какой здесь мой ход вы видите? Ну, я и хочу посидеть на судебное заседание. Сидер, сравнить. Вы убедитесь. Документ большой. Я устану свидетель. Суд вам объявляет тогда, что эти документы здесь есть. Давайте буду в своей связи учебить. Паспорт могу задать? Нет, потому что личность доверен на суде. Так вот, 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 вот. Кто-нибудь когда-нибудь слышал, чтобы с материалом и делом ознакомились на суде? Неудобно положить, но это просто издевательство. Почему я не возник? Доставили возможность. Анжелика, я тебе последний раз предупреждаю. Я предупреждаю. Не судебно. Помолчи, пожалуйста. Секундочку. Ты не молчишь, что я ответил, а я на это все молчу. Я не понимаю, а как дело выросло до четырех томов? Был же один тон. Был за кубернашим усилием, административным, естественно. Да? Ну тут мало. Этот суд полагает еще не все. Да, да. А у него расчетного такая стопка... Нет, вот, вот такая... Так как в апелляции вам завернули, это дело о незаконном закрытии судебного заседания, то будем вопрос решать на местном уровне. Правильно? Нету смысла идти в апелляцию. Нету смысла принимать незаконные решения. Он все равно взял. Даже если не обжалуем, то... Ну, в смысле, решение будет не в нашу пользу. Пойдем дальше, где исключать. Да, народ, я понимаю, это все нудно, но это необходимо. Потому что это единственная возможность, но я ознакомиться с материалами делал. До этого меня судебные приставы дальше в первом этаже не пускали. Применяли физическую силу. Женщина пускали двигаться со скамель. Это же ваша материала. Вы их предоставляли. Я предоставлял. Но я должен убедиться... А вы с ними ознакомились? Я должен убедиться. Нет, я не ознакомлен. Предоставьте мне документ, который подтверждает, что я ознакомился с материалами делали. Вы их приобщали к материалу? Я приобщал, да. Но с материалами делали я не ознакомился. Вот я сейчас при вас впервые знакомлюсь с Натаром Гудаловым. Ну это часть. Понятно. Частично знакомлюсь. Подождите. Частично знакомлюсь. Сразу увидел барки, хулиганки. Вячеслав Сергеевич вроде, да? Да. А этот, Рустам Тагирович, сегодня работает? Ну это киностец. Вы решили отличься? Нету заседания? Нету заседания. Нету заседания. Суд объявляет 10-минутный перерыв для промежуточного отдыха. Пристав подойдете к столову для цели сверки, пока присутствуют, и все вместе со мной. Нет, не хочу один оставаться. Я выйду. Сверху делаете? Вы решаете? Только если присутствующие останутся вместе со мной. Да. Нет. К столову. Да. Вы выходите... А, по перерыву. А, по перерыву. По перерыву. Да. Вот так, народ. Если бороться за свои права, то все приобщают. Хотя у меня есть официальные документы, чтобы все мы 19-го датайство отклонены и не приобщены к материалам дела. Дело растет. Это хороший признак. У меня там просьба ввести себя культурно в рамках законодательства. Не требования, правда? А, по перерыву. Да. Вячеслав Сергеевич, потом мы обратно пропустите меморанты? Да. Благодарствую. Вы тоже. Благодарствую. Вы тоже. Всем привет. Значит, материалы дела выросли. Это радует. Теперь в материалах дела не один том, а целых четыре. Все судебные приставы надели свои значки. И на всех появились номера. То есть у них где-то в запасе были свои значки с номерами. Я так предполагаю. В общем, процесс пошел. Прогресс есть. Видео разрешили. Веду прямой эфир. Параллельно еще веду аудиозапись. В общем, все нормально. Сейчас объявлен перерыв на 20 минут. Скоро продолжим. Следите за новостями. Мимо рамки можно брать? А? Вы же сказали, пропустите меморанты. Проходить можно. Сквозь рамку. Сквозь рамку. А, вот, значит, я правильно сказал слово иногда. Под вашу ответственность. Прокурор внутри? Да. Прокурор там, двери закрыты. А начи отсюда зашло. Почему зал не освободили? А что там это, Ирина Петровна в сговор судей вступает? Не знаете? Почему всех вы выгнали? Прокурор там. Закрой. Ирина Петровна. Она там в зале сидит. У вас там сговор или что? Они берут. Мы с вами встали. Здравствуйте. Арина Петровна там? Да. А почему она в зале сидит? Нет, она там. Тогда мы тоже можем съездить? Нет. Так нас тоже пустите? Почему? Вы все уже пустите? Она представитель. Подожди, помолчи. Помолчи. Она сторона по делу, такая же как и я. Почему я не могу зайти? Сейчас я всех приглашу. Ещё раз стих. Попробуй сюда гуляй. Ирина Петровна. Ты к суде обращаться, причём ты, Ирине Петровны? Скажите, к суде подойдите и освободят с đầu. Дорога освободят с đầu. Здравствуйте. А вы с судьёй разговарив? где мой рюкзак или вот сюда Субтитры создавал DimaTorzok Ходотайство номер 9 сверено полностью, соответствует моему ходотайству Ещё ходатайство есть, что ли? Да, обязательно Номер 12, Ходотайство требования Вы вроде говорили, что там оно приобщено Номер 12 есть? Сверить Угу 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 Угу